ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские власти выделят деньги на строительство в ближайшие пять лет почти полутора тысяч автомобильных газозаправочных станций. Ну а как иначе, послушаться президента, он несколько раз говорил, что транспорт, в первую очередь общественный, надо переводить на голубое топливо. Кроме того, правительство и дальше будет субсидировать эти работы. Размер компенсации может достигать 60%. Еще 30% расходов готов покрывать Газпром. ТРАССА СТО ОДИН Сахалинская область, подобно развитой европейской стране, заявила о полном отказе через 10 лет от автомобилей, которые работают на бензине и дизельном топливе. Только электричество и только газ, заявил местный губернатор. Ну а пока в упомянутом субъекте федерации зарегистрировано всего лишь 85 электрокаров. Их владельцы платят транспортный налог с 50% скидкой. В ближайшее время налог для них может быть полностью отменен. ТРАССА СТО ОДИН Оказывается, каждый пятый российский автовладелец, желающий продать свою ласточку, не прибегает к поискам покупателей через всемирную паутину. И это век цифровизации и глобальной интернетизации. Об этом сообщают издания «За рулем» и агентство «Автостад», организовавшее соответствующий опрос. Самым популярным ресурсом для продажи авто признан «Автору». Треть респондентов. На втором месте с небольшим отставанием «Авито», на третьем «Дромру». ТРАССА СТО ОДИН «Хёндекрет» остается самым покупаемым новым кроссовером в нашей стране. Его продажи в сравнении с прошлым годом, несмотря на пандемию и кризис, немного подросли. Стоит машина сейчас минимум 1 миллион 27 тысяч рублей. На втором месте, по данным агентства «Автостад», «Тойота РАВ-4». Начальный ценник – почти 1 миллион 900 тысяч. Бронза удерживает «Фольксваген Тигуан», за который просят минимум 1 миллион 660 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН А вот в Европе наибольшим спросом пользуются автомобили покомпактнее. И упомянутый «Фольксваген Тигуан» занимает там далеко не первые строчки. Легковушка номер один в странах старого света – «Фольксваген Гольф», который в России официально не продается с 2017 года. Второе место удерживает «Рено Клио», третья «Шкода Октавия». Также в первой пятерке «Пежо 208» и «Рено Каптюр». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН